ну что привет друзья и я напоминаю что в этом месяце в июле все наши субботние эфиры будут посвящены рисованию пастелью будем учиться рисовать пастелью самого нуля присоединяйтесь те кто давно ждал я знаю что очень многие хотят научиться именно пастелью работать всех приветствую очень рада вас видеть итак сегодня суббота 3 часа по москве и мы с вами начинаем сейчас я немножечко подожду пока вы соберетесь и расскажу о том какая сегодня у нас будет тема что мы будем делать что будем изучать о чем я хочу вам рассказать какие особенности пастели сегодня будем практиковать сижу вот как пока разминаю клячку чтобы она была мягкая если она у вас немножко затвердела ее можно легонечко размять чтобы она стала теплой податливой сегодня буду показывать как я буду набирать пастель из своей коробочки с пастелью не будем сегодня останавливаться на бумаге да то есть на особенностях на видах пастели да здравствуйте очень приятно не будем сегодня в прошлом прошлом занятии у нас получается она была 11 числа мы с вами подробно рассмотрели все материалы сегодня я хочу все-таки заняты практикой показать вам немножечко приемов пастельных еще один такой организационный момент поскольку у нас сейчас параллельно идет марафон по акварели я буду сохранять эфиры по пастели только в и гтв то есть в канале гтв я их не их не будет в ленте постов сейчас в ленте постов лежат как раз эфиры марафона по акварели то есть получается что чтобы не было смешения да то есть акварель лежит и в гтв и в ленте постов а постель будет только в ленте гтв поэтому ищите ее там если запутаетесь пишите я расскажу как найти доброго дня очень здорово рада всех видеть здорово что у вас выходной вы готовы посвятить его творчеству мне сегодня был такой длинный день сегодня встала чуть позже чем в 5 утра уже съездила в лес на разведку я уже в stories выкладывала наверное вы видели такая легкая усталость приятная от сверху воздуха не сильно продуктивно съездили но тем не менее разведка боем была совершена так что удовольствие получено по лесу погуляла воздухом подышала новые места разведала поняла что больше я туда не поеду ну и хорошо зато я точно буду знать что там нечего искать так я вижу что вы присоединяетесь помаленечку ну давайте немножко напомню о том что мы с вами делали в прошлый раз мы разбирали материалы да что такое постель и создавали простейший пейзаж с корабликами до морской пейзаж с двумя парусниками и дорожка и солнышко на воде это было самое простое то есть это говорит о том что мы с вами пробовали в принципе как пастель держать в руках как она слушается как ею как и лучше взять да то есть как не подступиться теперь я считаю что уже первый этап как говорится пройден вот кто-то пишет что только проснулась вчера был долгий день вот везет что только проснулись но я надеялась выспаться воскресенье но мне кажется что тоже не получится на месте сидеть никак не получается потому что лето в питере лето короткое да нет на самом деле по если по поводу поездки вы говорите что грибы должны быть уже везде я думаю что мы просто неудачное место выбрали там слишком неподходящие рельеф скажем так для этого вот да то есть мы с вами попробовали пастель как говорится как она работает попробовали ее на вкус и так далее и прошлая работа она была такая знаете звук отстает не знаю не могу оценить к сожалению напишите у кого со звуком есть проблемы или нет хорошо если у ни у кого больше нет проблем со звуком то значит вам нужно тоже есть да там пам 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 ну может быть вроде все хорошо кто-нибудь еще пожалуйста отзовитесь потому что если есть такая проблема у меня то тогда мне нужно переподключиться а если нет у остальных значит вам нужно выйти и зайти снова звук норм но вроде пишут люди что вроде все хорошо да надо перезайти попробуйте выйти пока мы еще не начали и зайти обратно все отлично да я вижу идеально просто спасибо и так то есть мы с вами попробовали делать посты работать пастелью в свободном пространстве да то есть это говорит то что у нас с вами в прошлой работе практически не было никаких четких границ скажем так вот да здравствуйте всем вновь прибывшим очень приятно вас видеть вижу знакомые лица и получается что сегодняшний это следующий этап это работа с четкими границами поэтому я и хотела бы вам сегодня показать именно работу с четкими границами на простейшем примере и рисовать мы с вами сегодня будем яблочко простое простая форма четкая понятная кроме того что мы получимся работать самим материалом я еще вам покажу как создавать форму как работать с объемом как располагать цвет тень и так далее сейчас я вам покажу референс когда уже опущу камеру покажу вам да вот после перезапуска все нормально отлично покажу вам референс когда уже опущу камеру поэтому в принципе я думаю что сегодня мы с вами можем продуктивно поработать и это нас не займет два часа потому что у нас не будет такого большого количества теории но параллельно я буду рассказывать еще фирм напоминать и потому что есть многие кто впервые сегодня присоединился поэтому буду напоминать сейчас покажу бумагу на которой мы будем работать вот такой лист у меня это классическая серо-бежевая бумага самая распространенная для работы по стерео можно было бы взять например какую-то цветную если хотите вы можете взять цветную бумагу черную красную зеленую синюю совершенно любую вот поэтому чтобы посмотреть как получится на крафтовой бумаге можно будет рисовать совершенно верно до крафтовой тоже подойдет вот у меня рядышком листик есть тоже она такая немножечко пожестче потолще и у нее другая фактура тоже смотрится кстати интересно попробуйте если у вас нет под рукой пастельной бумаги возьмите самую простую самую дешевую акварельную она тоже подойдет но только для начала да то есть для того чтобы попробовать себя в целом конечно лучше приобрести пастельную и так ну обзор понятно что он у меня есть записи и по моему мне есть даже видео по обзору материалов по пастели ну что давайте начинать вы еще пока я вижу собираетесь потихонечку а я буду делать настройку камеры чтобы вам все показать и будем разбирать референс дворец так сейчас сделаем настройку подальше надо сделать насколько я вижу повыше камеру сейчас чтобы вам попадался весь лист лист можно расположить и вертикально и горизонтально как угодно как вам захочется я просто хочу чтобы вам было видно еще коробочку которую я подготовила вот здесь у меня коробочка с пастелью так но это позже давайте для начала разберемся с референсом сейчас я включу покажу так минутку все загрузится так ну что такое вредничает планшет сейчас мы его победим вот смотрите вот такое яблочко я сегодня подготовила для вас так вот она что тут она во первых очень простое да то есть вам будет совершенно несложно с ним справляться единственный минус у этого референса я искала долго такое же но с другим освещением смотрите вот это яблочко мне намного больше нравится по его фактуре то есть у него есть более четкий блик видите и немножко румяный бачок мне нравится как она выглядит но у этого яблочка есть долька и мне бы хотелось дольку тоже сделать потому что у нее есть вот это прожилка чтобы мы с вами могли потренировать тонкие тонкие линии пастельные да у нас есть тут цветовой переходе к небольшой вот здесь внутри вот этой мякоти у нас есть работа с формой здесь более сложной до чем форма яблочко поэтому я предлагаю сделать что я предлагаю эскиз построить по вот этому референсу да а именно освещенность взять у этого яблочка ну и таким образом вы заодно потренируетесь совмещать два референса вот поэтому начнем мы здесь а когда мы будем работать красочкой мы уже перейдем вот к этому хорошо точнее даже вот мы возьмем только вот эту часть от яблочко сверху освещенную чтобы у нас было более понятно и более четкое все и листик я бы тоже не стала рисовать потому что он будет не совсем понятный ну что так сейчас я показываю референс и мы с вами будем подбирать цвета так подбирать цвета сейчас я покажу свою коробочку чудесную какие цвета нам здесь с вами понадобятся так видно немножко сейчас еще чуть-чуть пододвину вот значит конечно же нам понадобится основной цвет это желтый желтых нужно будет как минимум два потеплее то есть более в сторону оранжевого вот такой светящийся яркий желтый так и похолоднее то есть лимонный желтый ну вот например вот этот такой лимонный желтый может нам понадобится дальше нам понадобится светло-зеленый но кстати это не обязательно на самом деле вот такой цвет салатовый вот он ну кое-где может быть мы его добавим обязательно понадобится белый сейчас я его найду так белый вот маленького кусочка мне в принципе белого хватит вот такой беленький не забывайте что у вас конечно же должны быть влажные салфетки под рукой потому что ведь я только и потрогал у меня уже все в цвете так обязательно вот у меня есть такой серо-коричневый давайте какой-нибудь час листочек возьму покажу вам цвета так минутку так вот получается ой где на меня вот он почти черный черно-коричневый цвет можно если у вас нет другого можно взять либо темно-серый либо черный прямо он подойдет так могу сразу показать цвета которые мы уже вытащили вот такой яркий самый такой цеплячий желтый прям цвет яичного желтка вот он лимонный желтый второй оттеночек и вот такой зелененький так еще нужно что-нибудь между ними сейчас я посмотрю если у меня такие оттенки это он же наверное да да это он же в принципе мы справимся справимся и этим салатовым оттенком можно много не разводить цветов на черно-коричневый также у меня для косточки пригодится и для хвостика и наверное все у нас ограничены а подождите розовый бачок мне очень хочется добавить сюда немножко розовый бачок но тут важно что иметь ввиду что розовый должен быть не холодный потому что он иначе смешается с желтым довольно жестко да вот например вот такой розовый я с ним не советую брать если есть оранжевый возьмите оранжевый на то есть вот такой красно-оранжевый можно взять можно взять ярко-оранжевый сейчас я выберу более подходящий вот даже такой розовый уже подойдет наверное даже я его и возьму если вы сомневаетесь в каком-то цвете то вы можете просто взять и посмотреть как они будут вот с этим желтым дружить то есть вы берете маленький участок делаете и добавляете его сюда делайте легкую растирку мне кажется идеально на вот к примеру возьму тот розовый который первым показывал до холодный вот сделаю его рядом видите они из разных опер получаются немножко не тот отлив то есть нужно чтобы немножко оранжевый был или вот чистый оранжевый возьму тоже хорошо но более ярко то есть такие пробнички делать это хорошая практика пробуйте сначала у себя где-то на бумажке до запись будет обязательно она будет у меня доступна в ленте и гтв на совсем эти уроки у меня в бессрочном доступе вот такой персиковый оранжеватый немножечко я цвет выбрала и так получается какие у нас оттенки еще раз салатовый зеленый желтый цвет яичного желтка теплый лимонный желтый белый я потом найду побольше мелочек у меня просто тут что-то одни огрызки черно-коричневый или черный или темно-серый и вот этот персиковый вот у нас основная с вами палитра которой мы будем пользоваться все коробочку убираю далеко не буду убирать может быть вот такой еще оранжевый тоже подойдет видите немножко с белым отливом не слишком яркий такой немножко приглушенный это кстати олки вот оранжевые цвета у и желтые у олки прекрасные их можно прям брать ими работать у них плохие красные оттенки красные темно-синие и зеленые вот остальные оттенки у них хороши итак ну что давайте начнем если готовы дайте мне знать ставьте плюсики или сердечко нажмите чтобы я видела что большинство из нас готовы и будем в бой бросаться узнать коричневый наверно все равно надо для теней я сейчас смотрю вот такое можно тоже взять так вот вижу реакция есть готовы отлично референс я обязательно потом выложу в stories чтобы у вас была возможность вот плюсики пошли отлично вижу все значит у вас все под рукой так я его убираю пока я буду располагать у себя по вертикали и у меня немножко под наклоном поверхность идет вы можете работать прямо на столе ничего страшного либо какую-то ну вот это у меня подставка для планшета просто до для ноутбука там еще что-то можно взять мольберт есть и если есть до поставить вообще вертикально это тоже будет удобно особенно когда будет осыпаться излишки все эти сразу говорю будет грязно вы будете все в пастели руки будут себе постели это нормально так салфеточки влажные вам как говорится ну или просто мокрую тряпочку на самом деле можно взять так для вас наверное удобнее будет положить по горизонтали лист я еще раз повторюсь что я это делаю ровно для того чтобы у вас в экран попадало больше пространства и сейчас я немножко наверное изменю положение камеры чтобы для вас было не сверху все это сейчас минутку я не сделаю пониже и вот так поверну вот смотрите по моему идеально даже можно еще немножко что я привыкла в акварели работать так и сделаю ярче свет вот все красота теперь видно весь экран я буду работать вот здесь сверху чтобы вам было все это хорошо просматривалась ну что поехали и так эскиз то есть если мы с вами прошлый раз работали бумага у меня по моему это лана фирма как-то не или не лана не написано у меня это по листам я отдельно покупала это в художественном магазине самая простая бумага она отдельными листочками продается сатиновый у нее такой рубчик вот поэтому в принципе у пастельной бумаги нет таких больших претензий как у акварельной поэтому подойдет практически все что есть главное чтобы она была не гладкая на это чтобы не был рельеф когда вы строите эскиз то есть мы прошлый раз с вами когда парусники рисовали мы с вами эскиз не делали мы работали сразу нам не нужно было но тут такой довольно важный момент что когда вы делаете эскиз никогда не делайте его карандашом почему потому что карандаш дает повер на поверхности вот этот вот графит он делает поверхность бумаги скользкой и пастель просто у вас на это место не прилипнет она у вас будет отваливаться и карандаш будет всегда виден под пастелью это важный момент как строить эскиз на бумаге на цветной старайтесь взять мелок цвет в цвет или чуть-чуть отличающийся то есть например вот здесь я бы не стала делать построение черным цветом потому что потом я не смогу от него избавиться и он создаст мне грязь я возьму например светло-желтый на приближенные то есть вы делать эскиз цветом уже самого объект который рисуете или например даже взяла бы белый хотя тоже нежелательно потому что белый тоже потом подмешается у меня к этому желтому который будет на бумаге если например у меня была бы вот такая бумага то я бы строила эскиз там ну какой пейзаж например рисовала бы я бы взяла цвет точно такой же синий как цвет бумаги если я буду сделать на синий бумаги на контрасте желтые яблоко то я возьму желтый цвет потому что синий сами понимаете потом сверху я буду работать желтым у меня смешается все будет зеленая и грязная и так далее то есть на черной бумаге серым можно делать в зависимости от того какой у вас основной оттенок работы итак давайте начнем первое что мне нужно это отцентровать да то есть вот у меня вот считаю серединка вот по этой штучке смотрю вот мне нужно отцентровать мою работу чтобы у меня она никуда потом не убежала так я нахожу серединочку так и сама яблочко которая у меня с у меня будет нарисована она мне немножко не по центру она слегка сдвинута влево примерно на две трети то есть яблочко у меня будет вот такое я сейчас примерно рисую простые формы помните да круг и соответственно вот здесь у меня будет к нему приложена долька я даже вам советую сделать его немножко побольше потому что вам нужен будет размах для работы и слегка сразу вытягиваю ему вверх вот то что у меня смотрите я не попала немножко я могу с легкостью взять клячку и клячкой аккуратненько убрать этот это эти излишки сразу скажу до идеального у вас клячка не вы не выберет пастель но в целом может помыть достаточно хорошо и долечка которая лежит у нас перед яблоком она в длину должна быть она же от такого же яблока как это соответственно в длину она должна быть такая же как высота яблоко вот смотрите беру так и примерно на середине яблочко она у меня заканчивается где-то вот здесь у меня она она чуть ниже получается лежит но потому что она перед ним вот смотрю длина раз чуть-чуть покороче потому что она у нас повернута не совсем подстоять так и вот тут она у меня закругляется вот так такое ушко получается и вот вот тут косточка получается сейчас это растушу его здесь косточка у меня будет да вот тут такая вот полукруглая долечка сейчас пока ей форму не строю хотя целом можно даже сразу вот так сделать чтобы было видно а вот часть кожуры так готово построили детализацию мы будем делать потом вот у меня только получилось покрупнее немножко я хочу чуть-чуть увеличить яблочко теперь ну то есть за в соответствии со соотношением просто немножко меняю форму вот она яблочко и долечка прекрасно теперь что мне нужно сделать я убираю излишки вот этого желтого потому что здесь мне будет белила здесь мне будет мякоть так немножко убрала теперь давайте сделаем основной тон и вот на этом моменте да я беру референс и переключая его вот на это яблочко конечно у них основной тон один и тот же на видите они не сильно отличаются поэтому я беру желтый яркий и ярко желтым делаю кладу пастель бочком и ярко желтым закрываю все вот это пространство это основа пока растушевывать мы ничего не будем сначала мы положим с вами оттенки вот он у нас желтый ровненький цвет ну как ровненький плюс минус слишком сильно тоже не забивайте бумагу чтобы у вас еще осталось на бумаге место положить следующий слой так теперь мне нужно сделать создать оттенки так скажем я беру зеленый и намечаю зеленым цветом место где у яблочка будет вот тут вот место для хвостика углубление такое вот оно здесь наметила себе я уже знаю что он у меня тут будет дальше у яблочко есть тень по низу и она становится зеленоватой тень и край вот прям по желтому ровненько пока не старайтесь сделать очень ровно просто сделать такое как сказать сейчас я возьму более удобный мелок отломанный я его находила тут видите этот слишком длинный сейчас я его отломаю просто вот вот такой идеальный размер мелко потому что уголком работать не очень хорошо работаете плоскостью когда вы делаете большие пространства то есть вот смотрите по кругу я прошлась у меня немножечко закруглилась та часть то же самое вот здесь уголочком по краю и дальше немножко вот так закруглилась следующий момент розовый бачок и я тут же в зеленый вот здесь такими круговыми движениями все плоскостью кладу немножко розовый бачок он потом смешается это все станет очень мягким дальше для того чтобы передать объем так если я слишком быстро вы мне говорите хорошо чтобы вы успевали чтобы передать объем мне нужно сделать вот здесь тень вот в этой части чуть правее от центра прям по розовому немножечко зеленым так и сразу работаю самым светлым лимонным высветляю верхушечку ну то есть то ту часть которая у меня сверху освещена ровно она подходит вот к этой пимпочки вокруг нее как бы светло становится и чуть-чуть вот здесь так вот у меня общая форма она готова сейчас я излишки смотрите у меня видите посыпалась излишки убираю так вытираю руки потому что они у меня все да здравствуйте плюс присоединяйтесь так руки у меня все в пастель теперь их сушу жду потому что руки должны быть сухими это принципиально так как мокрые руки оставят пятна на которых начнет лосниться пастель все руки у меня высохли и вот теперь легкими движениями у меня пастель мягкая ее много сразу ложится если у вас жестче пастель то вы делаете немножечко сильнее нажим ну вы можете поработать потом уже в записи не проблема и вот смотрите круговыми движениями максимально к краю подхожу сейчас смотрите я у края оставила еще полоску светло-желтого чуть-чуть так растушевываю вот так по кругу нежненько как только у меня палец становится слишком грязный вот так вот по кругу следующий пальчик использую чтобы не перетаскивать цвета друг на друга и вот здесь смотрите сразу получился объем видите яблочко уже объемное но она пока еще не достаточно объемно потому что ему не хватает конкретных цвета и тени то есть мы с вами распределились распределились сейчас цвета а следующая задача это сделать объем именно светотенью то есть дополнительно поработать вот тут у меня немножко полосит да сейчас я возьму и чуть-чуть зелененьким это перекрою ну и подправляю все так здесь хочется немножко посильнее сделать зеленушечку темненькое темненькое пятно так и вот основа этого теплого желтого которое мы первым клали она дает впечатление яркости света и тепла будет смотреться очень неплохо так теперь я дуну что были излишки ушли и вот везде где пальчиком вылезла клячкой подрабатываю края пока края могут быть неровными моих потом разотрем с вами помните здесь немножко есть углубление вот тут чуть-чуть очень очень тихонечко так вот все подрабатываю подбиваю аккуратно то есть делаю такой узкий уголочек и этим уголочком могу прямо попасть четко в то место где мне нужно подобрать цвет так немножко многовато осталось вот чуть-чуть сейчас зеленым пройдусь еще по краю чтобы ровный был краешек у яблочка ну и видите светлое яблоко на светлой бумаге смотрится хорошо но как бы туда органично вошло так сейчас высушу вот немножко потемнее так наверное даже еще пройду зеленым по краю чтобы его а тут главное будет растереть чтобы его закруглить слегка да вот так и ровно прохожусь вот получше так чуть-чуть знаете еще иногда бывает можно не растирать а прибивать вот так вот прихлопывать цвет так следующая задача это светотень давайте я вам покажу вот видите у нас яблочко я чуть-чуть порумяне сделала и немножечко в более таких светлых тонах и вот сейчас задача взять коричневый но я работаю вообще вот с этого яблочко вот она видите ближе но еще не хватает света и тени следующий оттенок взять и давайте попробуем сделать тени и яркую яркий свет у меня есть коричневый цвет сейчас я попробую им первое что мне нужно сделать это тень снизу конечно же мне нужно очень медленно и очень нежно прикладывать к яблочку этот видите какая у меня сила нажатия потому что если я чуть-чуть перетемню я все как говорится испорчу вот больше мне не надо еле еле нажимая просто вымыла ручки высушила и сейчас буду делать растирание мизинчиком аккуратненько смешиваю все цвета которые у меня там теперь лежат друг с другом так и у меня появляется более внушительная тень сейчас еще один прием работы покажу вот так и по кругу прошлась видите сразу у меня как бы бачок туда закруглился то же самое очень аккуратно очень нежно делаю немножко вот здесь буквально точечками чисто видите палец грязный снова беру и растушевываю здесь принцип чем меньше тем лучше то есть добавить всегда можно другой цвет вот видите у меня появился уже объемчик по кругу так еще один прием показываю как сделать так чтобы была мягкая вот здесь у меня есть тоже теневая часть по кругу вот сейчас я вам ее покажу вот видите темное пятнышко нам с вами нужно его показать но уменьшить пальчики да соглашусь на все 100 очень хочется смотрите чтобы сделать это пятно мягким здесь ну как бы когда есть край это более безопасно вы ведете в край линию и все в порядке а когда вы начинаете работать где-то в центре один из способов как сделать аккуратно вы берете пробничек в свой да то есть листочек бумаги берете нужный цвет и делаете вот такую площадочку себе потом берете пальчик там тот же самый мизинчик или там безымянный палец и немножко набираете на палец цвета это работает тогда когда нужно прям совсем совсем чуть-чуть и вот тут где у меня сейчас зеленое пятно мне нужно сделать немножко тени я как бы подрумяниваю его так и еще видите очень получается деликатная работа и вот здесь его сейчас слегка соединю да потому что сейчас это выглядит как ямка снова беру цвет чуть-чуть коричневого так и снова по кругу его слегка подтемняю на самом деле за долькой тоже будет довольно темно там она загораживает свет так сейчас за ней тоже немножко остатками пройдусь потому что слишком светло сейчас видите вылезло это место вот сейчас я посмотрю через фотоаппарат наверное вот это громковато немножко его сейчас слишком темное чуть-чуть уберу если не получается чуть-чуть убрать вы можете просто взять сверху и слегка добавить светлинку чтобы она стала вот более такое даже у меня какой-то блик случайный получился я его оставлю мне он нравится так с тенями пока сделали и вот я сейчас вижу что яблочко у меня кривое я встала и увидела сразу этот момент сейчас я его уточню вот здесь сбоку так так и то же самое главное чтобы не было обведенности такой четкой очень вот есть и вот сейчас мне для полного счастья не хватает светлых бликов понятных ярких ну то есть освещенности вот здесь с верхней части я всегда стараюсь работать можно делать сначала блики потом тени можно делать наоборот сначала тени потом блики я обычно работаю сначала с тенями потом с бликами давайте сделаем вот эту часть более конкретно зелененьким так пальчиком растираю его вверх да то есть здесь у меня граница остается четкая вверх немножко растерта и тут же нужно в самом центре этого углубления поставить снова в нижний край точечку и вот так ее тоже растереть видите она сразу туда заглубилась получилась жесткая такая глубокая тень а вот теперь хвостик будет самый последний мы делаем высвеченные части я беру сначала лимонный и еще раз то есть у меня самый светлый это вот этот участок еще раз его видите я даже сейчас уже провела несколько движений сделала как бы по кругу да немножко сейчас пройдусь вот так высветлю по кругу так чистым пальчиком слегка прибью даже растирать не буду просто пристучу как бы ее так вот и вот уже финально еще немножко мне хочется вот сюда опустить свет вот так и теперь финальный аккорд вообще мы яблоко уже почти что нарисовали финальный аккорд это белый блик вот я беру белый мелочек свой и тут нужно действовать четко смотрите яблики рисую вот таким зигзагом то есть я начинаю с тоненького зигзага потом как бы расширяю его а потом снова делаю тоненьким если хотите его можно оставить в таком виде да то есть вы просто оставляете вот этот белый цвет нера не не растушенным это создаст у вас впечатление очень такого яблочко глянцевого то есть если у вас яблочко глянцевая оно блестит сильнее блик четче если поверхность яблочко у вас более матовая то блик становится не таким четкий у него не четкие края и вы просто его немножечко вот так пристукиваете вот и получается что яблочко у вас чуть-чуть более матовая Еще немножко белого добавлю вот здесь, с этой стороны. Маленький-маленький блик буквально. И у меня есть дополнительный свет вот тут, вот в этом уголочке. Но он у меня очень деликатный. Вот, смотрите. Показываю референс. Здесь, конечно, другая форма у яблочка. Вот видите этот маленький рефлексик. То есть яркий свет и приглушенный. Да, получается натурально. Пастель позволяет делать такие вещи, видите, достаточно быстро и легко вообще-то. Давайте немножко изменю форму яблока. Оно слишком круглое. Я сейчас просто увидела, посмотрела, поняла в чем дело. Мне нужно слегка занизить вот здесь. Сделать такую испорченную слегка форму. Сейчас я вам покажу просто, что все исправляется. Никаких проблем. Вот я ему немножко исправляю форму. Так, еще чуть-чуть за долькой, потому что оно должно здесь темнить при ярком свете. Ну и, конечно же, нам нужен с вами рефлексик. А, грязные пальцы, грязные пальцы. Вот, смотрите, уже оно получилось немножко другое яблочко по форме. Также можно форму исправить каким образом? Немножко просто удалить один бочок. Чуть-чуть его как бы срезать. Сейчас я поверну, чтобы мне с руки было. Так. И обратно. Цвет восстанавливаю. Видите, у меня получилась слишком сильная обводка. Чуть-чуть длиннее делаю. Вот. Угол убираю. Так. Тут можно, на самом деле, доделывать и всячески над ним издеваться сколько угодно. Можно экспериментировать, как вам только захочется. Так. Вот тут уголок остался. Я его сейчас шклячкой приберу. Вот. Ну, в общем, получилось практически то же самое, что было в начале. Ладно. Оставим его так. И, конечно же, мне нужен рефлекс. Рефлекс. У меня будет здесь белое основание, на котором лежит яблочко. И оно, конечно, будет давать легкий рефлексик. Я беру лимонный цвет. И очень нежно вот здесь делаю блик. Аккуратненько его пальчиком вот так. Так. Еще раз. Немножко не попало в край. Так. Ну, вот. Все размазалось. Много слоев уже получилось. Это нормально. Сейчас я встану, сидя неудобно. Так. Все верну, как было. Сниму этот слой. Давайте попозже сделаем тогда, когда у нас с вами уже будет здесь тень от предмета. Мы с вами поработаем над этим участком. Так. Возвращаю все, как было. Не буду мучиться пока. Ну, видите, тоже не всегда получается так, как захочется с первого раза. Поэтому давайте оставим немножко на потом. Ну, и вообще, в принципе, я советую, когда вы чувствуете, что что-то, какой-то уголочек не идет, бросьте его. Работайте над чем-то другим, а потом вернетесь, и уже по-другому все будет. Теперь долечка. Пока оставлю яблоко. А, хвостик, хвостик, хвостик. Обязательно. Вот отсюда. Так. Хвостик. Если вы хотите сделать вот эту линию хвостика тоже растушеванной, пальчиком ее не трогайте. Сделайте вот такой очень тоненький носик, да, у клячки такой. И этим носиком аккуратненько разотрите. Вот, все. Так, давайте делать долечку. Сразу вижу, что у меня она немножко тут по форме проиграла. Хотя давайте, наверное... Ладно, сейчас посмотрим. Закрываю, конечно же, желтым ту часть, которая у меня отвечает за кожицу. Видимую часть кожицы. Так. Немножко покруглее ее сейчас снизу сделаю, чтобы она пообширнее была, пообъемнее, точнее. Так. Немножко зеленым сразу. Вот здесь, в этой части. Да, там, где у нее углубление. Снова немножко лимонным. Она должна быть чуть светлее. Потом мы ее затемним. Да, здравствуйте всем, кто заходит. Очень приятно. Присоединяйтесь к нам. Так, убираю. Вот, по форме немножечко ее поправила тень, и потом мы обязательно сделаем все. Так. Сейчас у меня линия должна быть чуть-чуть изогнутой. Вот здесь посильнее. Вот. Давайте, наверное, даже зеленым отчерчу ее. Так. Вот. Отлично. Теперь мне нужно сделать мякоть. Основа мякоти будет белая. Я беру белый цвет и совершенно нагло его сюда укрываю. Так. Ой. Ускакал. Прямо в край. Так. Белый. Айч. Стоять куда-то. Ой. У меня кусочек пастель укатился. Так. Беленький. Теперь я возьму немножко лимонного. И вот здесь вот по кругу. Хотя давайте, знаете, когда важно, даже не по кругу, а, в принципе, по всему белому пройдусь лимонным. У меня эти два цвета сейчас смешаются. Так, знаете, немножко реденько прохожусь. Так. Видите, уже белый перестал быть таким ярким. И по краю, вот по внешнему кругу, немножечко зеленым. Только почти не давите. Вот прям по внешнему кругу. Раз. Слегка. Вытираю руки. Поставлю салфетка грязная. Сейчас следующую возьму. Так. Сушу ручки. И теперь все эти цвета друг с другом смешиваю. Надо хорошенько их смешать, чтобы белый перестал быть таким сильным. Вот я вижу, что я чуть-чуть ее перезеленила. Видите, немножко много зелененького. Хочу затеплить. И для затепления я использую чуточку теплого желтого. Так. Вот здесь оставляю более светлый край, да? Снизу немножечко ее темню. Так. Это нужно тоже. Вот. Дорочка. Так. Теперь смотрю, что-то с формой мне немножко не нравится. Она слишком вот тут круглая. Капельку убираю отсюда круглости. Так. Дальше вот здесь у меня лишний. Лишнее движение. Так. Что еще? Ну, в целом все хорошо. Вот здесь все. Ну, в общем, навожу порядок. Так. Отлично. Теперь беру зеленый. И буду делать теневую часть. То есть мне нужно сделать обведенность. Сейчас немножко поверну. Вот так работаю. Потому что мне будет очень тяжело изогнуть руку. И я уголочком пастели начинаю ее обводить. Очень тонко. По самому-самому краю. Это как раз тот прием, который я хотела, чтобы вы потренировали. Вот эту обводку по краю. Обвели здесь. И здесь нужно перекрыть. Вот это. Видите, у меня лимонный желтый. Тоже перекрываю зеленым. Потому что она у меня слишком яркая. Так. Пока оставлю. Сейчас ручки помою. Посушу. Так. И. Немножко прибью. Но прям совсем капельку. А все, что вылезло за край, убираю клячкой. Так. Уголочек немножко подниму. Вот. Форму чуть-чуть изменила. Так. Давайте доведем. Вот здесь у меня будет место, где она... У нее была плодоножка. Вот так можно вести, да? Чтобы было видно вам. Вот. Обвела. Есть. Теперь давайте сделаю вот здесь зеленый цвет. Вот так. Место, где она... Сейчас будут место для косточек. Давайте сразу его определим. Оно будет, во-первых, светло-жел... Ярко-желтеньким. И потом на желтый сразу немножко коричневого. Это не косточка. Это пока еще место под нее. Помните, там такое есть углубление. Так. Немножко зеленого сюда же. Все те же самые цвета, да? Просто немножко их по-другому используем. Маленькое получилось. Давайте еще сильнее сделаю. Снова чуть-чуть желтого. Чуть-чуть коричневого. Чуть-чуть зеленого. Так. И таким коромыслом растираю. Так. Лучше. Теперь беру белильца и отчерчиваю белым вот это сверху. Вот эту часть, которая блестит. Потом я отчерчиваю белым четкую вот эту ложбинку, да, у косточки. Так. Так. Ага. Здесь чуть-чуть белилами тоже светлю краешки. Так. Чтобы она у меня выделялась на фоне яблока. Чтобы она как бы была цветом от него отделена. Еще у меня есть легкое затемнение коричневым вот тут. Только оно должно быть нечетким. Я его чуть-чуть прибиваю. И легкое затемнение коричневым вот тут. То же самое. Чистый пальчик. Вот он. Мне немножко не хватает вот здесь яркости. В месте, где у меня долька отделяется от яблока. Тут есть два пути. Вы можете сделать либо более светлый край, да, сейчас покажу. Вот он. Наверное, так и лучше будет. Вот. Либо можно сделать более темный край яблочка. Ну, да, фон яблочка. Сейчас немножко по форме изменю. Вот так. И здесь чуть-чуть поплоще сделаю. Вообще не очень хороший получился момент. Потому что у меня уголок дольки совпадает с границей яблока. Вообще лучше, конечно, такого избегать. Ну, тут так получилось у нас с вами. Так. Беру белильце и немножко отделяю мякоть. Еще отделяю и пальчиком растираю. Так. Долька на дыньку похожа. Да, наверное. И теперь, как раз, чтобы она не перестала быть похожей на дыньку, мы делаем характерные для дольки вещи. Первое. Это, конечно же, косточка. Росточка вот такая маленькая и симпатичная. Беру семечку-семечку обязательно, да. Вот так семечку. Белую. Делаю носик, видите, тоненький. И этим носиком семечку растираю легкими движениями, чтобы ее всю не стереть, да. То есть часть пастыли все равно у вас уйдет. Но, тем не менее. Вот. И можно даже сделать ей блик маленький, чтобы косточка у нас блестела. Это самое такое. Можно пастельным карандашом это сделать. Самая аккуратная работа. Вот так чуть-чуть, видите. Я точку поставила, и у нее появился блеск. И, кроме того, смотрите, у нас ведь с вами на дольке вот есть прожилка зелененькая. Помните, я про нее говорила? Это тоже последний. В последнюю очередь, потому что это довольно кропотливая работа. Так. Давайте. Беру зеленый. Она у меня начинается вот из этого места, где идет затемнение. И вот до сюда примерно у меня доходит. То есть, вот так аккуратненько ее, как бы повторяя форму, без нажима. Так. Но это еще не все. У нее еще есть вот такая форма внизу. Так. Тут даже можно ее вот как-то вот так сделать. По краю дольки. По краю ложбинки можно зеленым пройтись. Вот. Сейчас она резковата, и вообще по форме у меня не получилось. Сейчас еще раз отвлеклась. Вот. Так. Но это очень резко сейчас. Поэтому я делаю что? Я делаю вот такое легкое растушевывание. Чтобы она была такая, еле заметная. Да? Можно даже белильца чуть-чуть добавить вот здесь. С краешку беленького. Чтобы контрасты снова выявились. А да что такое? Будешь делать маленький совсем мелок. Так. Контрастики. Вот здесь немножко. Чтобы появилась какая-то внутренняя фактура. Можно чуть-чуть попятнить. Вот так. Внутри яблочко. Но это уже как вы видите. То есть вы когда видите на исходнике что-то интересное, вы можете попытаться это создать. Так. Сейчас посмотрю через экран. Как она выглядит. По-моему, все неплохо. Рисковата вот эта белая линия, которую я сделала лимонным цветом. Вот. Сейчас я ее слегка растушую. Тоже клячкой. Прямо хочется съесть. Да не говорить. Я тоже. Яблоки не люблю, честно говоря. Но вот когда что-нибудь такое рисуешь, прям да. Хочется. Так. Вот. Немножко растушевала. Ну, если где-то есть еще какие-то резкости, вы их тоже можете клячкой немножко доработать. Это еще не все. Так как у нас совсем нет тени. Вот здесь, снизу. Капельку. Черточку прям, да, поставила. И эту черточку слегка растушевала. Так, недостаточно. Еще немножко. Ну вот, зря залезла называется. Ладно. Зеленым сейчас его обведу, как в том фильме. Все, не буду больше трогать. Пускай будет так. Потому что там еще появится тень от самого яблока. И она, конечно, нам все немножечко исправит. Так, смотрите, друзья. У нас с вами сейчас заканчивается время первого эфира. Я предлагаю перейти во второй. И во втором эфире уже доделать то, что вокруг. То, что нам еще осталось дорисовать, уже дорисовать. Вот. Поэтому, как всегда, ну, у нас, может быть, еще минут 15 уйдет на доработку. Вот. Не хочется бросать просто на таком этапе. Оно, в принципе, закончено. Да. То есть, можно оставить. Осталось немножечко детализировать. Но я предпочитаю все-таки показать вам еще, как одна из важных частей объема – это тень от самого предмета. Поэтому давайте все-таки завершим все это вместе. Я сейчас выйду из эфира, сделаю 30-секундный перерыв. И потом снова вернусь. Ну, чтобы мне сохранение сделать. И потом снова вернусь к вам. Хорошо? Все. Жду вас во втором эфире.